Здравствуйте дорогие друзья! Ровно неделю назад мы с доктором Зайцевым из этой студии сделали наш предыдущий выпуск. Тогда мы рассказали вам о том, что по мнению нашего эксперта доктора Зайцева коронавирус, о котором так много и так упорно говорят в СМИ, это фейк. Можете перейти по ссылке, посмотреть ролик и вы там нам в комментарии написали, что нет, конечно же это не фейк, люди гибнут и как бы надо по ответственней подходить к этому делу. В общем, ваши мнения разделились и сразу за нами подтянулся замечательный первый канал, который выпустил док-ток-шоу или как-то так это называется, где версию нашего гостя, замечательного доктора Зайцева, озвучил уже сам Гордон, который сказал, вы знаете что, он туда в студию притащил докторов, политиков, Михаила Леонтьева притащил и целый час вам рассказывал ровно то, что мы вам рассказали в течение пяти минут. Поэтому перейдите вот по этой подсказке, посмотрите наш ролик и живите веселей, потому что коронавирус это фейк. Вы на канале на самом деле, меня зовут Данилов Семен и сегодня мы с вами поговорим о событиях в столице, которые привлекли наше внимание. Я тороплюсь, меня люди ждут! Поехали! Московские городские власти хотят снести шесть особняков на Патриарших прудах, расположенных в Большом Палашевском переулке. Данные здания не жилые, эксплуатируются под офисы различными компаниями. Владельцем зданий является девелоперская группа Снегири, которая намерена построить на месте особняков три здания жилого комплекса высотой от пяти до девяти этажей. Общая площадь комплекса должна составить около 12 тысяч квадратных метров. Я обожаю Патриаршие пруды. Это такое очень странное, очень дорогое место в Москве, о котором в свое время писал еще Булгаков. Это место, где вот заходя в Булушную, можно встретить выходящую оттуда Бажену Рымский. Это место, где заходя не в Булушную, а в ресторан надо вспомнить, взял ли ты с собой сегодня наследство, которое тебе оставили. В общем, такой золотой пупок столицы, очень трепетный и важный. И поэтому, когда застройщик объявил о том, что дома будут сносить, тут же появилась группа активистов, которая сказала, нет, дома сносить нельзя, давайте-ка разберем. Собственно, а в чем там разбираться, говорит застройщик? Мы, говорит, хотим снести принадлежащие нам здания, которые были построены в 91 году. И какой исторической ценности они из себя не представляют. Ну, значит, снесем, жилые дома прекрасные поставим, и на наших прекрасных патриарших прудах, вот на сосредоточии гламура, кулинарных изысков и богемы, появится еще больше богемы, гламура. А вот этого в Москве же так не хватает, наверное, думал застройщики. Но все пошло не совсем так. Что встало между гламуром и красотой и старыми никому не нужными особняками-новоделами? А вот что выясняется. Выясняется, что наши с вами особняки не такие уж и новоделы, а вполне себе памятники архитектуры 19 века. Об этом заявляет активист общественной группы Архнадзор и бывший муниципальный депутат Елена Ткач. Мы в описании к этому ролику оставим ссылку на большую статью на портале SM News, где подробно с документами указано, как так получилось, что отреставрированные в 1991 году дома вдруг стали новоделами. Каждый раз, когда я приезжаю в Рим, я смотрю на развальный Колизей и думаю, эх, Италия, Италия, как же тебе не повезло. Стоит эта развалюха Колизей непонятная. Ух, мы-то ее бы отреставрировали и воду бы протянули, и свет бы дали, и состязания бы проводили. Правда, это перестало бы быть памятником архитектуры, как это произошло с домами на Патриарше. С 8 по 11 февраля ленты новостей в Москве посетила следующая новость. Дескать, на юго-востоке Москвы в несколько раз, а точнее в 60 раз, был превышен допустимый радиационный фонд. И заявила об этом муниципальный депутат от района Печатники Сергей Власов. Значит, так и говорит, слушайте, ребят, вот здесь у нас в районе Печатники превышена радиация. Предъявил муниципальный депутат фотографию прибора в ГУП Родон. А в ГУП Родон это такая специальная организация, которая мониторит радиоактивную обстановку. Говорит, вот, смотрите, значит превышена. На что из ГУП Родона сразу приехали два уполномоченных лица. А конкретно господа Лужнецкий и Пташкин, которые сказали, знаете что, ничего и не превышен. И все у нас в порядке, просто приборы дали сбой. Ну, бывает такое, да, Москва большая, приборы могут дать сбой, как будто, почему и нет. И, в общем, спи спокойно, родной город, все в порядке. Но и тут все оказалось не так просто. Оказывается, что в том месте столицы, где наш с вами пытливый депутат обнаружил превышение норм радиации, власти города строят юго-восточную хорду. Как пользователь северо-восточной хорды скажу, что штука замечательная. И каждое утро, пока вы стоите в пробке на въезде в Москву на Ленинградке или на Дмитровке, я проскакиваю по платке, стою в пробке не там, где вы на границе с Амкадом, а уже на Тимирязевской. Поэтому у хорды, как по мне, дело хорошее. Да, она не решает вопросы пробок, но помогает встать в пробке более качественно и ближе к центру. В общем, объединяет дороги, помогает перемещаться. В общем, штука классная. И вот на юго-востоке строят точно такую же хорду и хотят всю Москву, я тут карту сделаю, завязать в кольцо вот это вот движение. И там, где должна проходить эта хорда в советское время, а именно с 1934 года по 1972, завод полиметаллов, который производил из руды радиоактивный уран и торий, а отходы производства хранил там же. И этих радиоактивных отходов вот там, на месте строительства юго-восточной хорды, скопилось аж 60 тысяч тонн. И именно их, по версии не только уже муниципального депутата, но и Гринпис, потревожили строители дороги. Так нам с вами необходимо. И тут несколько моментов. Что же получается, в Гупродон заблудились, заблуждались. Почему Европе решили, что у них прибор дал сбои, хотя там действительно есть могильник. Ладно, в Гупродон мог ошибиться. Могли не затронуть могильник. Знаете, что произошло? На эту ситуацию отреагировал сам. Ну, не сам сам, а Сергей Семенович. Сергей Семенович приехал и сказал примерно следующее. Когда сталкиваешься с радиацией, первой реакцией бывает желание бежать без оглядки. В нашем случае бросить эту хорду и склон вместе со всеми порожденными ими проблемами. Ну, что это значит? Оставить радиоактивную помойку в наследство детям и внукам. Я считаю, что ответственные родители так не поступают. Раз уж мы столкнулись с этой проблемой, нам ее и решать, сказал Сергей Семенович. Сколько бы это ни стоило и сколько бы времени ни заняло, отметил Собянин. Собянин приехал и говорит, будем переносить радиоактивный могильник. Вы только подумайте, на территории столицы находится радиоактивный могильник, в котором 60 тысяч тонн радиоактивных отходов. И надо это все решать. И Собянин согласен это решать. И как бы хоп, хей ла ла лэй. Ничего подобного. Давало оборудование сбой или нет? Ну, кто же его теперь знает? Мы знаем, что на ситуацию отреагировал сам Сергей Семенович Собянин. Это классная новость, потому что дорогу строить надо. Радиоактивные отходы в Москве держать как бы не гоже. И хотелось бы закончить на такой позитивной ноте, потому что, ну, смотрите, да, дома пока не снесли, пока не снесли. Радиоактивные отходы сейчас вывезут, дорогу нам с вами построят. Но тут я вспоминаю про третью нашу с вами новость, именно про сороковую больницу. Помните историю о том, как замечательную больницу с онкопрофилем? Мы делали об этом целый обзор. И решили сначала укропнить, там, да, модернизировать при помощи отделения в Новой Москве, в Комонарх. А потом, значит, эту больницу решили полностью туда перенести. И местные жители стали этому всячески сопротивляться. И жителей можно понять, потому что вместо 600 с лишним коек, там, хотят им оставить 51. И вообще, как бы, район недоукомплектован. И вот мы выпускаем вот это вот видео, где я говорю, слушайте, ну, помогите нам, расскажите, что как будет. И сразу после нашего ролика глава Департамента здравоохранения Москвы Лариса Картавцева у себя на странице в Facebook публикует пост о том, что, как бы, да, пришло время пообщаться, диалог это важно, значит, давайте встречаться по сороковой больнице. Более того, она говорит, знаете, будем встречаться по сороковой больнице, для вас важно, чем недалеко от сороковой, есть некий колледж, вот в этом колледже и встретимся. Решили пойти сами, но тут, значит, Лариса Картавцева выпускает следующий пост. Она говорит, вы знаете что, в колледже, в колледже, вот который неподалеку, где мы собирались, там, рабочая группа с вами проводить встречу, оказывается, идет профилактика гриппа и ОРВИ, как-то так. Так, в общем, директор колледжа мне не согласовал встречу, я подумал, ничего себе, какой крутой директор колледжа, главе департамента здравоохранения Москвы, может, что-то не согласовать. Ну, да ладно, предположим, что у нас демократия, так и что, в колледже не будет, где будет, а будет в больнице имени Склифосовского. Там же написала Картавцева, говорит, слушайте, ну вас так много, встреча для вас такая важная, значит, давайте встретимся в Склифосовского, там и места побольше, как бы придем. Люди, давайте, конечно, встретимся, все, и, значит, мы с журналистом собираемся, заряжаем камеры, точим карандаши. Выходим, и ровно за час до встречи Лариса Руслановна пишет, вы знаете, у меня тут серьезные семейные обстоятельства, я на этой встрече модератором быть не могу, а значит, и встречи не будет. Мы проверили информацию, выражаем Ларисе Картавцевой свои соболезнования, действительно серьезные, проблема у нее случилась, мы не будем это никак комментировать, но вот, ребята, в чем вопрос. Ну, вот чиновник такого уровня, глава рабочей группе по актуальной проблеме, да, по такой, на которую вы собираетесь тысячами, приходите, чтобы что-то сказать, ну, она не может. Вот, за час до встречи она говорит, я модератором быть не могу, значит, как бы, вы пишите там в комментариях, а что же остальные, а остальные там, одна особо услужливая гражданка, некий муниципальный депутат, почитайте в комментариях, там никто ничего не удалил, она пишет, вы знаете, а Картавцева не может с вами встречаться, а мы сразу не хотели, и без нее ничего делать не будем. О как! То есть, значит, это не может, а эти без нее собираться не будут. Мы тут с журналистами поискали списки состава рабочей комиссии по 40-й больнице. И когда мы эти списки увидели, я вам тоже ссылку оставлю там на страничку в Facebook, где есть вот все члены комиссии. Спасибо ребятам, кто это все раскопал. Вы поняли, что, скорее всего, с 40-й больницей вот будет ровно то, что сейчас с ней происходит. Что перенесут ее в коммунарку, а здесь делают как-то модернизацию, стационар замещения. Знаете почему? Потому что в комиссии есть Картавцева, которая вот с вами не встретилась, есть по одному доктору из близлежащих больниц, ну, как бы на эти больницы ляжет нагрузка, поэтому пусть будут, и есть несколько муниципальных депутатов. Ну вот, как вы думаете, вопрос таких денег и такого влияния можно решить вот на таком уровне? Насколько я вот по своим ощущениям понимаю, нет. Я не знаю, что надо делать в этой истории, может быть там правда выходить на уровень Государственной Думы. Но когда я смотрю лучший вестник новостей медицины, ленту той же самой Картавцы, я вижу, что вот на программу «Московское долголетие» она сходила, пообщалась с замечательными москвичами, вот она написала статью про доноров, вот она была там, вот она была сям. И вроде бы и времени-то уже достаточно прошло, и можно собрать рабочую группу, но вот пока рабочую группу по 40-й больнице собрать, видимо, власти не готовы. То ли по той причине, что сказать нечего, а может быть по той причине, что они готовят нам с вами какой-то грандиозный сюрприз и так выйдут и скажут, что вы знаете. А мы вот прочитали вот в выпуске на канале на самом деле ваши требования и решили их удовлетворить. А вы там многое просите. А собственно мы же в московском правительстве для вас и работаем и сделаем все ровно так, как вы просите. Чем закончатся эти три истории? Покажет время. Мы со своей стороны гарантируем то, что мы не оставим своего интереса. Будем следить и за могильником радиоактивных отходов, и за особняками на Патриарших, и за историей 40-й больницы, потому что это наш с вами город. И как здесь обстоят дела на самом деле, можем знать только мы с вами. Подписывайтесь на канал, уже скоро наш новый выпуск. Увидимся.